Физкульт привет, друзья и ученики и просто случайный зритель. В прошлых видео я рассказывал вам о том, как усилить, увеличить отдачу от наших с вами тренировок и о том, почему не работает спортпит и что нужно сделать для того, чтобы он заработал. Сегодня хочу просто поделиться с вами своими мыслями по поводу супер таблеток, супер уколов, вообще всего чего бы то ни было с приставкой супер. В чем истинный вред данных препаратов? Если вы думаете, что я вам скажу, что вред в причинении вреда здоровью, извините за тартологию, то вы ошибаетесь. Вы знаете, что алкоголь гораздо вреднее любой фармакологии. Курить очень-очень вредно. Даже если вы просто вдыхаете пары курильщиков, это очень вредно для вас. Даже вреднее, чем самому курильщику. Поэтому тот, кто курит в вашем присутствии, крайне вас не уважает. И не стоит уважать такого человека, соответственно, и нам с вами. Большой им дизлайк, выражаясь нашим блогерским языком. В чем же я считаю истинный вред любой фармакологии, любой супер таблетки? Таблетки в кавычках. Представьте себе, что существовало бы или когда-нибудь появится, а я не исключаю такой возможности, таблетка, которая будет гарантировать вам сохранение, а может быть даже и улучшение здоровья, при этом будет избавлять вас от всего подкожного жира и при этом наращивать мышечную массу. Что произойдет? А произойдет следующее. Большинство людей перестанет тренироваться. Абсолютно точно вам говорю. Опустеют тренажерные залы. Лично для меня, как фаната, не побоюсь этого слова, приверженца, адепта железной религии, это большой-большой минус, большое горе. Почему? Потому что я встречал в своей жизни очень мало людей, таких же, как я, которые реально любят просто ворочать железки. И не важно, принимают они стероиды или не принимают. Я за свою историю, больше чем 25 лет стажа тренировок и более чем 15 лет тренерской деятельности, принимал тоже фармакологию, вы знаете, никогда этого не скрываю. И сейчас я прошел, правда, легкий двухмесячный курс приема гормона роста. По той простой причине, что у меня сильнейшие боли, сильнейшие травмы плеча, мне необходима операция. Но операция здесь в Америке, которая мне необходима, только на один сустав стоит 36 тысяч долларов. Пока что я не хочу тратить такие деньги. Я посчитал, что гораздо полезнее и приятнее мне будет пройти узкий курс гормона роста. Потому что он подлечит еще и мои межпозвоночные грыжи, которые нет-то нет, бывает, дают о себе знать. Конечно, я продолжаю приседать, делаю становые тяги, вы все это прекрасно знаете. Меня это сильно не беспокоит. И даже играю в НХЛ, ночная хоккейная лига. Здесь, в Америке, в двух лигах. И мы недавно выиграли очередной кубок в плей-офф. Но разговор не об этом. Разговор о том, что я вижу, когда молодые люди приходят в зал и начинают сразу принимать фармакологию. Вот это очень большой вред. Человек не успевает даже полюбить этот вид деятельности. Ему просто не дают этого сделать. И человек думает, приходя в зал, что он может за два месяца, принимая то или другое, вкалывая в себя что-то, стать суперзвездой. Стать Арнольдом Шварценеггером. А девчонки думают, что можно и нужно, и только так возможно выступать на фитнес-бикини. Но это все полная чушь. И я, и мои ученицы, и я, и мои ученики, и ученицы доказывают, что можно очень хорошо прогрессировать без применения фармакологии. Главное любить то дело, чем вы занимаетесь. Не обязательно это должен быть бодибилдинг, строительство тела. Очень много видов деятельности, которым можно заниматься в удовольствии. Главное любить это. Многим требуется мотивация. Друзья, какая нужна мотивация вам для того, чтобы есть? Какая вам нужна мотивация для того, чтобы заниматься любовью с любимым человеком? Точно так же у вас не должно возникать никаких проблем с мотивацией, чтобы пойти в тренажерный зал. Именно поэтому я вам всегда настоятельно рекомендую грамотно изучить любой вид деятельности, который для вас является новым, которым вы хотите заняться. Никогда не поддавайтесь, не идите по пути толпы. Только идя своим путем, каким-то новым, именно вашим путем вы сможете добиться чего-то. Можете прийти к своей цели. Полюбите заниматься. Забудьте о том, что растете вы или не растете. Направьте все свои усилия на то, чтобы получить грамотные профессиональные знания. Как тренироваться? Как работают мышцы? Какие типы мышечных волокон существуют? Как грамотно питаться? Как грамотно тренироваться на выносливость? То, что тренировать сердце для выносливости, это полная чушь. Это даже не 20 век, друзья, это 19 век. Чтобы тренировать выносливость, вы знаете, у меня есть видеоролик. Он действительно работает и опробован на себе. Нужно просто определенным образом тренировать наши мышцы, чтобы в них появлялось как можно больше мышечных волокон, в которых очень много митохондрии. Именно митохондрии делают нас выносливыми. Хотим мы быть выносливыми, нужно делать это и на нижнюю часть тела, и на верхнюю. То, что каждую часть тела нужно тренировать по тому принципу, чем больше тех или иных мышечных волокон, это полная чушь. Тренировать мышцы нужно так, какую цель вы перед собой ставите. И обязательно тренировать все три типа мышечных волокон. Окислительные, гликолитические и промежуточные. Только так вы уберегаете себя от перетренированности, от того, чтобы не перегружать центральную нервную систему, эндокринную нервную систему. Но самое главное, вы гарантируете себе постоянный прогресс, постоянный путь вверх. Только по спирали, идя, мы поднимаемся вверх. Идя по прямой, идя по кругу, мы ходим кругами. Топчемся на одном и том же месте. Задумайтесь об этом. И еще раз повторяю, никогда не стремитесь к тому, чтобы быстро похудеть, чтобы быстро набрать мышечную массу. Все, что быстро приходит, еще быстрее уходит. Оставляя после себя очень горький осадок. Полюбите то, чем вы занимаетесь. Полюбите ворочать железки. Если вы приходите в тренажерный зал для того, чтобы заработать денег, то вы глупый человек. Займитесь другим, займитесь бизнесом. Единицы, кто получает огромные деньги или вообще какие-либо приличные деньги, занимаясь телостроительством. Единицы. Уж лучше займитесь большим теннисом или идите играть в гольф. Там действительно серьезные деньги. Друзья, любая супер таблетка, в первую очередь, это супер, не знаю, как сказать мягко, супер обман. Вы должны понимать, что то, чем вы занимаетесь, есть и цель, и путь, и смысл нашей с вами жизни. Смысла в жизни практически нет, кроме как прожить ее счастливо, в удовольствие. Вот в чем основной смысл жизни любого из нас. Если мы не будем счастливы, никто вокруг вас не будет счастлив. Задумайтесь об этом. И получайте удовольствие от того, что вы делаете. Приседаете, тянете штангу в наклоне, бегаете, играете в волейбол, баскетбол, хоккей, теннис, шахматы. Получайте от всего удовольствие. Грамотно питайтесь, восстанавливайтесь, и будет вам счастье. И позитивом от вас будет веять на милю вокруг. А что может быть лучше? Ничего. Увидимся, друзья, в тренажерном зале. Всем здоровья, счастья, сухой мышечной массы. И, конечно же, море позитива. А главное, прошу вас, оставьте комментарии, что вы думаете по этому поводу. По поводу того, что мы говорили, обсуждали сегодня в ролике. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok